В областном этапе Олимпиады по знаниям основ безопасности жизнедеятельности приняли участие 120 ребят в разных возрастных категориях. Первые, четвертые, пятые, седьмые и восьмые, одиннадцатые классы. Это те, кто показал наиболее высокие результаты на местных отборах. В рамках областного этапа состязания ребята показали свои успехи в трех блоках заданий. Такие мероприятия, как областная Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности, проходят у нас ежегодно. И в этом году это было уже одиннадцатое такое мероприятие среди учащихся учреждений образования в области. Мне предложили поучаствовать сначала в Олимпиаде. Я решила, что это будет мне полезно, поэтому искала всяческих интернет-источников. Также мне помогло приложение «Помощь рядом». Задания в рамках испытаний традиционно организаторы подбирают таким образом, чтобы дать каждому участнику шанс показать себя с лучшей стороны, а также продемонстрировать высокий уровень подготовки. Здесь и тестовые вопросы, и конкурс устного высказывания, и интеллектуальное состязание на время. Это же Олимпиада, поэтому здесь и спрос выше. Поэтому те вопросы, которые здесь вы видели, которые задавались нашим участникам, соответственно, они на порядок выше тех требований, которые предъявляются факультативным курсом. По итогам Олимпиады по знаниям основ безопасности жизнедеятельности была определена тройка лучших, по одному в каждой возрастной категории. Именно эти ребята представят регион на Республиканской Олимпиаде в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси в конце марта. Второй раз подряд я участвую, и уже привыкну. В первый раз вышел полуфинал, и в финал уже, и вот уже еду на Республику. Я получаю знания и учусь для того, чтобы дальше использовать эти знания в будущем. И если будет какая-нибудь чрезвычайная ситуация, эти знания мне помогут.